Если сейчас вписывать шестерку, то системы не будет абсолютно никакой. Просто абсолютно никакой. А вот если сейчас вписывать... Догадайте что. Нет. Семь-семь, семерка от шестерки не отличается. Ноль, конечно, молодец. Конечно, надо вписывать ноль. Вот вам, жёлтый мелок. Ребята, числа от нуля до пяти, это же фактически то же самое, что числа от одного до шести. Но это так же, как нумерация этажей в нашей стране 1, 2, 3, 4, 5, а во многих западных странах 0, 1, 2, 3. Ну и что? Начинаем мы с нуля или начинаем мы с единицы, лишь бы было единообразно. Пока у вас в стране везде вроде не одинаково, везде начинаются единицы или везде начинаются с нуля, проблем никаких. Проблема только когда начинаешь сравнивать. Так вот, нолик, пожалуйста, во все места пишите везде, куда можно. Пожалуйста, выходите и вписывайте мне этот самый ноль. Этих ноликов будет 132. Глаза боятся, а руки делают. Здесь вот написано 42 последовательности в каждой 5 цифр. Ну и что? 210 цифр. Не так много. Так, сделала? Нет, я просто хотела сказать, что, наверное, тут тоже нули можно и в начале, и в конце каждого числа. Да. Только в конце, в конце. Только в конце можно. В начале, в начале, в начале, в начале, в начале, в начале. Ну, на самом деле, бывает, когда в начале можно. Но это очень редкая ситуация. В конце всегда 0. В конце 0 вписать можно всегда, это правда. Ну, давайте, чтобы вам облегчить работу, я эти 42 нуля сразу напишу. Ребят, вы хитрые вообще. Ну, ничего, ничего, я эти 42 нуля напишу. Заметьте, я в существенной доле работаю. Чуть меньше третьей части работы я уже сделал. То есть сейчас сделаю, когда напишу эти 3. А вот интересно дальше, куда их можно писать. После четвертой. После 5 часа. Я не понимаю, что после четвертой минуты, в каждой последовательности вообще своя штука. Куда их можно писать, куда нельзя. Из двух вопросов угадать, да или нет, это легко. А безошибочно 90 нулей написать, очень сложно. Вернее, просто невозможно. Значит, надо понять систему. Надо понять, куда можно писать, куда нельзя. Куда можно писать нулей? Куда нельзя? Можно писать нулей перед единицей, я перед единицей в последнее число. Это единица сам конец. Не то, не то. Мне нужно, чтобы вы написали реально все 96. Ребят, не пытайтесь обмануть. Какая же версия? То есть ноль можно писать везде, кроме самого первого числа. Неверно. Неверно, что ноль можно писать везде, кроме самого начальной полиции. Еще раз. Сделайте. Перечитайте еще раз все предыдущие наши. Посмотрите. Они же вот здесь слева у нас есть. Все, значит, правильные положения, все неправильные. Поэтому, да и здесь, вот и хуже. Видите, 42 варианта, это не так мало. Значит, вы можете понять. Вы можете понять, куда нули писать, куда нельзя писать. Да. Вы сделали? Сделайте, пожалуйста. До конца сделайте. Могим цветом обязательно. Иначе вы запутаетесь. Если я сейчас пишу, вы же, в принципе, проблема какая. Вы скажете, что да все легко. К сожалению, когда зала отбилует, он сразу говорит, что все легко. И даже вообще слушать не собирается. Так. Может быть, вы можете писать после убывающих? После убывающих. Точно. Хорошо. Есть кто-то, кто может прямо на доске на чатик вписывать или нет? Так, давайте. Знаете, об этом совершенно замечательно. В предисловии к одной из своих книжек тот самый Дональд Клинит написал. Он сказал о том, как в университете, где он работает, как-то раз он объявил курс по карминаторике. Пришли несколько, ну не несколько, а достаточно много человек известный, от него всегда много будет народ. Пришли студенты, и он начал объяснять, что мы будем проходить такую тему, такую, такую, и при этом мы не будем заниматься. Ну, дальше он некоторую очень такую специфическую, и даже математику не очень много известную эту тему назвал. Медико-патологическое пространство очень особо увлекло. Не будем заниматься ими. И дальше Кнут пишет. Несколько человек с факультета строительства при этих словах появились и ушли из аудитории. Какой-то идея, да? То есть, людям, которые реально по жизни будут там строить дома, и потому что, на самом деле, нужна математика абсолютно, что называется, удивительная вещь. Вы годами готовы заниматься математикой, но очень многие репетиторы, которые там в 10-11 классе берут, и можно быстро-быстро подготовить к экзаменам, говорят простую речь, что, а начинать работу со школьником надо с того, чтобы научить его безошибочно переписать выражение с одной стороны страницы на другую. Многие люди умудряют и до 10-го класса дожить, не умея безошибочно переписать. И приходится долго тренироваться, чтобы человек умел вот всё-всё-всё без исключения перенести сюда. Следующее упражнение – раскрыть скобки. Следующее упражнение – подставить вместо какой-нибудь буквы какое-нибудь выражение. Это оказывается уже вообще трудно, надо не забыть каждый раз, подставить и так далее. Ребята, нельзя таким образом над собой издеваться. Понимаете, вы тратите годы на математику, а при этом эти простейшие вещи так и не умеете. Повторяю вопрос. Запрещена последовательность вида А, Б, С, где В – самое большое число, а А – самое маленькое, С – промежуточное. Последовательность А, Б, С – такая запрещена. Так, требуется понять, куда на этой доске можно написать число 0. Так что? Можно начать, потому что… Можно начать. Давайте. Только если вы начнёте реально решительно, а не так, что… Давайте, значит, мы никогда не дойдём. У нас уже… Я уже боюсь, что мы не успели. Я сегодня собирался две задачи решить. Эту и, которая смешно занять, осталось, про представление чисел медиа А, Б, ИК. Вот. Как-то я уже начинаю переживать за вторую задачу. Так. Мы ещё ставим везде перед… Это уже проставим. Дальше. Перед последним. Потому что… Ну, тут надо понять. Потому что мы… Среднее у нас самое большое число. Так как у нас будет… Молодец. Ставим перед последним. Конечно, перед последним везде надо проставить. Да. Это, кстати, 42 числа. И мы уже отбросим больше чай… Ну, не больше, но больше. Да, да, да. Работаем. Заметьте, одна чёткая мысль и огромное количество нулей мы уже можем написать. А эти-то вам что-то понравились. Они не правильные, что это было? Ну, уж на всякий случай что-то. Это правильно. Как известно, когда лев приходит в новую семью, он там первым делом убивает всех ребят. Правильно, да? Чтобы просто под ногами не путались, нечего. Вот. И, что называется, с числа листа начинается здесь то же самое. Первое. Так и сначала началось всех на пуле. Дальше мы ставим перед карт. Ну, это уже такие мелкие и дальше идут. Я заметил, что это только один случай, что если мы поставим перед единицей ноль, то у нас получится, ну, то же самое. Да. Так что ещё один ноль добавляем. Затем идёт такая закономерия… Здесь нет, здесь не один ноль добавляется. Да. Как раз в этой строке, хоть мы их всех уничтожили, но вообще-то они имеют право на жизнь. Нет, я просто хочу, чтобы мы шли по… Нет, вот давайте, что-то эти ноли мы… Они будут уже ваши. Всё, это уже ваши нолики. Но пусть они… Поставьте их, пожалуйста. Лучше будет. Всё, всё. Это не проклятые и вражеские нолики, это наши нолики. Наши, наши самые лучшие нолики. Да. Хорошо. Что-что? Почему нельзя? Здесь можно. Смотрите. Здесь у нас идут числа. Один, два, три, четыре, пять. Это такое одно единственное место. Если вы пишете ноль, ведь вам же нужно, чтобы там последовательность перекасила, да? А её нигде не перекашивают. Там всё идёт по возрастанию. Нет, хорошо, дальше. Дальше мы ставим такую закономерность. У нас должно слева быть порядковые числа. Вы не догадаетесь. Посадитесь. Ребята, дальше всё очень легко. Да, прошу. Можно ещё поставить перекашивать. Не то. Очень-очень грустно, ребята. Подумайте, да. Может, езжу в интернете отрядом? Не то, не то, да. Может быть, после первого цифра мы будем в такой раз. Кто ещё не догадался? Подумайте же вы. Один, два, три, четыре, пять. Что это такое, да? Я по этому числу. Они надеялись. Что сказали? По возрастанию. По возрастанию, конечно. Что у нас идёт вот здесь, господа? Три, четыре. Что у нас здесь идёт? А вот здесь у нас ошибка. Ну, если честно, у нас здесь есть ошибка. У нас не дописаны ещё нольки. Вот сюда можно написать нольки. И сюда можно написать нольки. Подумайте. Подумайте. Посмотрите. Главное слово уже произнесено. Возрастающая последовательность. Осталось это уточнить, да? Я сделал некоторое подчёркивание. Да, что? Замечательно. Пожалуйста, возьмите этот самый фиолетовый мел. И у всех последовательностей что-то подчеркните. После этого вписывать нолики будет гораздо легче. Мы подчёркиваем всё, где числа идут по возрастанию. Только не всё. Ну... А нет, нет, нет. Правый конец. То есть в данном случае он, правда, начинается именно с этого места. Так что вы правы. Но вот именно до конца. Один, три, четыре, пять. Подчёркивайте. Один, три, четыре, пять. Это потом вставите. Дальше. Следующий. Берёте ручку другого цвета или карандаш другого цвета. И действительно у себя... Нет и нельзя. Вот это всё. Посадите, вы ошиблись. Вот это два, три, к сожалению, совершенно неинтересно. Ребята, нам нужно, чтобы это было до конца. Чтобы прямо вот весь... На строчку выше, а не кричили. А? Правильно. Здесь один, три, четыре. Здесь один, четыре. Нет, выходите к доске. Можно? Давайте. Давайте, пожалуйста. Так. Один, два, три, четыре. Отлично. Один, четыре, пять. Максимальная, возрастающая подпоследовательность, расположенная справа. То есть, справа подряд, вот сколько можно взять чисел, которые идут строго по возрастанию. Да. Один, четыре, пять. Очень хорошо. Нет, стоп. А эту один, вы чихните. Нет. Бывает, что число только одно. И, кстати, вот здесь вот вы тоже брезгливо. А зря. Число только одно. Нормально так? Тоже бывает. Да, один, пять. Максимальная справа конца последовательность, расположенная, возрастающая подпоследовательность. Ну, он ошибка в первом, втором, тре. А в первом, втором, тре еще не пошла. В шестой строчке. Пять, два, три. То есть, после тройки мы уже ноли. Сейчас, дайте ему доделать, а потом выйдете и исправите все его ошибки. Так будет правильно. Еще, на самом деле, чуть-чуть. Так. Так. Очень хорошо. И еще чуть-чуть есть. Нет, нет, нет. В том столбце, где вы были, да, чуть ниже. Здесь нормально, вот здесь. Да. Так, господа, ищем ошибки. Еще есть? Да. Говори. Есть столбец, второй стиль. Что у нас сейчас реально есть? Во-первых, мы с вами наконец-то поняли условие задачи. Оказывается, она становится ясной, если добавлять не самое большое число, а наоборот добавлять самое маленькое. То есть, к уже известным последовательностям приписывать нолик. Но, правда, потом надо будет приписывать что-то перед ноликом, да? Я буду следующий вещь делать. После того, как мы этот самый нолик приписали, господа, надо просто все числа на единицу забегать. Даже более того, я не буду приписывать нолик, а мы будем делать просто... Если уже выписаны все последовательности, скажем, из единиц 2, 3, 4, то мы все числа сразу, все цифры увеличиваем на единицу, а после этого будем вписывать единицу. Таким образом получится все от 1 до 5. Потом мы все это увеличим на единицу и будем... и так далее.